март месяц на дворе 21 год друзья и коронавирус не заканчивается у нас очень жесткий локдаун не разрешается выходить далеко от дома не разрешается посещать конечно же никакие рестораны да все закрыто в общем-то и посещать нечего я в ближайшем своем видео вам расскажу поподробнее кто желает о том как проходит здесь коронавирус как проходит вакцинация ну а сегодня я хочу вас порадовать все таки друзья у меня для вас остались из моего архива видео архива веселые прогулки где очень много людей англичан и как мы тогда гуляли наслаждались жизнью ну и вообще небольшие зарисовочки о моей жизни здесь в англии знаете друзья и надеюсь слышали как англичане шутят по поводу произношения своих английских слов они говорят бывает так что написано ливер пуль а надо читать манчестер и вот это воистину так ну вот а я путем долгих долгих здесь жизненных наблюдений выявила вот такую историю вы замечали что англичан нет никаких щепелявых или не выговаривающих какую-то букву как у нас допустим а вы знаете почему а потому что они все разговаривают как щепелявые и не выговаривающие глотающие буквы слоги вот многие тоже говорят что английский язык чтобы говорить его с правильным прононсом это нужно положить себя горячую картофелину в рот и с ней пытаться говорить понимаете поэтому щепелявых англичан нету они щепелявят все друзья иногда такие бывают выставки собак на нашем острове вот кстати случайно я попала на одну из таких выставок очень много собак всяких разных идите но к сожалению я не знала об этом я пришла уже к самому концу последнее здесь видите показ последний на арене этих прекрасных собачек вот они завоевали его медали каждая из них и вот теперь у них такой круг победителя круг победителя называется видите здесь разные породы собак очень много людей собачий рай продолжается видите вот такие вот смешные медальки деревянные с красными ленточками это вот медальки победителя красавица собачка и посмотрите что там после нее посмотрите на эту малюсенькую собачку тоже она тоже победитель это просто супер друзья это очень интересно вот насколько англичане любят собак что у них просто вот такое собачье шоу показано каждый раз начался дождь к сожалению вот видите жаль что закончился жаль что закончился этот показ великолепных собачек ну вот не все не все победили к сожалению вот видите здесь кто-то остался за бортом вот поздравляют победителей вот это вот компания лабрадоров нас это великолепно еще раз хочу вам их показать они тоже на выигрывали каких-то медалей у их хозяйки там по-моему три или четыре медали это просто замечательно ну все конечно как обычно очень дружелюбно собаки никогда не кусаются что тоже меня удивляет посмотрите какая прелесть и это как раз два года назад когда мы только познакомились с мартиным и он вот иногда попадает ко мне на камеру на видео вот это он кто-то спрашивал посмотрите очень мало я как-то старалась все таки не его снимать и снимать то что рядом и вот здесь я всегда умилялась именно вот такому отношению мартина к окружающим людям особенно к пожилым он вот как раз помогал этой женщине с лабрадорами она попросила сфотографировать когда она увидела что мы ходим с камерой она попросила они сделаете ли вы фото моих собачек ну и мартин конечно же на фотографировал она расположилась на травке эта женщина со своими лабрадорами и потом он взял у нее е-мейл чтобы ей отправить эти все фотографии да и к сожалению очень мало у меня осталось вообще каких-то видео с мартиным он попадался только краем где-то совершенно совершенно я его не снимала не знаю почему мне казалось что это неприлично вот тоже какая-то глупость и сейчас так и вспоминаю те строчки из стихотворения почему-то та единственная фотография где мы вместе всегда не резкая но и тут будет уместно вспомнить нам наверное о том что королева елизавета обожала собачек и у нее на протяжении десятилетий было очень много собак вот в частности говорят что она любительница корги но не только корги у нее были она также имела пять кокер спаниелей и четырех гибридов таксы и корки которая называется дорги и последний дорги королевы по кличке вулкан самый ее любимый пес он умер в декабре 2020 года от старости когда ему было 14 лет и после этого королева заявила что больше она никаких собак заводить не планирует потому что будет слишком тяжело для собак если она умрет раньше их но тем не менее она поменяла свой взгляд после того как долгое заточение запретила куда-то выходить и жизнь вообще изменилась из-за коронавируса из-за локдауна и вот чтобы королева не скучала ей подарили двух щенков корги снова и говорят что эти щенки были приобретены более чем за 2650 фунтов стерлингов так вот долго королева не знала как назвать этих щенков в конце концов объявили опять все газеты что новых щенков королева назвала фиргисом и миком в честь своего дяди фиргиса оус лаян который погиб в битве при лаосе в 1915 году и второго она назвала миком в честь озеро лох муик частной резиденции английских королей в шотландии и говорят что оба имени чрезвычайно важны и дороги королеве но тут опять мнения разделились кто-то стал укорять королеву что нельзя называть собак именами людей да тем более еще и героев когда-то погибших войне наверное слышали многие что после этого жуткого пожара нотр-дам-де-пари в париже во франции сейчас хотят реставрировать и восстанавливать прошло уже больше года после этого страшного пожара и вот выяснилось что для того чтобы восстановить какие-то сооружения наверху колокольни часовня уж не знаю что им потребуется более тысячи старинных специальных дубов слушайтесь не 100 не 200 и даже не 300 тысячу старинных дубов вот я как-то вы знаете даже оторопела от этой информации во первых найдут ли они именно тысячу таких дубов и французы бросили клич по всему миру сейчас они ищут эти деревья старинные специальные дубы а так как наверное вы знаете может быть из моих видео может быть и так раньше знали что англия это страна дубов я показываю вам вот дубы у нас стоят много их вокруг можете тоже это видеть в моих видео так вот говорят что англия предоставила франции для восстановления нотр-дам-де-пари несколько вот таких специальных деревьев дуба по-моему даже там говорят что порядка десятка огромных старинных красивейших дубов предоставила англия для восстановления собора и я конечно опять в очередной раз удивилась ну во первых где они только нашли эти деревья потому что здесь конечно есть старинные дубы их много но насколько я знаю англичан они очень-очень бережно относятся к своей природе дубы эти восстанавливаются пытаются содержать никогда не вырубают а 10 деревьев да еще специальных это значит что наверняка довольно старых предоставить это конечно такая история очень интересная и необычная дубы как говорят вообще такое дерево с очень специфическое очень привередливая она не везде приживается и не везде растет вот такими вот огромными размерами и даже здесь в англии я считаю что довольно мало таких очень старых дубов чтобы вот так вот десяток вырубить и отдать на восстановление церкви вот у меня по этому поводу какое-то двоякое впечатление конечно шикарный собор красивейший нотр-дам-де-пари и нужно его восстановить но может быть лучше было бы оставить в покое и оставить на природе этих красавцев огромных дубов пусть бы они жили бы себе дальше они ведь в отличие от человека проживают семь наших жизней а то и 10 и вот говорят что каждая травинка и каждый цветочек он все равно живой и даже кто-то говорит что и камни живые и поэтому вот эти деревья красавцы кажется что они имеют тоже свою душу они тоже живые они все чувствуют они полны сильнейший скрытой энергии это наши братья может быть даже не меньшие братья а старшие братья не всегда мы это понимаем а по-моему так и вообще мало что здесь понимаем чем уединенные улицы я нахожу тем больше я нахожу здесь вот таких вот видите огромных усадеб больших домов поместье сейчас покажу вам еще вот интересную такую вещь посмотрите здесь у нас расположились очень симпатичные бангало маленькие уютненькие которые очень любят англичане много газом показывала и рассказывала вот одно вот второе и вот здесь вот третье и вот посмотрите обратите внимание чем они отличаются друг от друга надеюсь вы теперь тоже поняли и увидели да что вот это бангало номер двадцать пять она уже давно не жилое видите закрыты окна кругом ничего не ухожено в отличие вот от этого или вот от этого которая тоже смотрится нормально я вы знаете как-то раньше не присматривалась ну домики себе и домики пока мне вот не обратили мое внимание мои подруги мои знакомые с которыми я тоже здесь бывает часто гуляю и они сразу обратили мое внимание на то что здесь таких брошенных домиков довольно много ну вот до шести месяцев говорят ждут обычно если там жили кто-то пожилые люди умерли потом ждут шесть месяцев чтобы кто-то востребовал чтобы объявились какие-то родственники если никто не объявляется то тогда там как-то поступает по закону я не знаю на аукцион или куда ну вот бывает что стоят и дольше а здесь посмотрите еще день-два и магнолия вспыхнет тоже цветами красавица красавица магнолия ах ах еще одна часовенка заброшенная часовенка здесь к сожалению забор и мне к ней не подойти тоже старинное какое-то сооружение но судя по всему давно уже не используется как много таких вещей здесь поражающих и хотя многие из них конечно сохранены но вот многие просто заброшенные стоят и меня не столько удивляет именно вот сама вот эта часовня а меня удивляет место ее расположения центр города райт ну практически центр понимаете я гуляю аплей парк птицы поют много красивых домиков вокруг куда не загляни куда не повернись ну вот как-то очень классно